Волгоградская трасса Белогорская родина дважды героя Советского Союза, летчика Скомарохова. Через это село можно проехать на знаменитый утес. Вообще, утес Степана Разина – это общее понятие, которое скрывает за собой очень много местных достопримечательностей. Каждая из которых, безусловно, очень интересна. Минуя все указатели, туристы спешат именно сюда, где установлено кресло атамана. С него донской казак смотрел на Волгу и высматривал корабли торговцев, которых впоследствии грабили. Рядом высоченная печь для обжига извести. Основание заметно обветшало и требует ограждения. Но внутрь можно попасть совершенно свободно. Дальше – овраг-тюрьма и дурман-гора. По легенде, где-то здесь даже зарыт клад, но туристов привлекают немного иные сокровища. Это в первую очередь природные богатства. Но они обесцениваются из-за плохой дороги. – В это место часто приезжаете? – Первый раз. – Второй раз? – Второй раз. – Приезжаете вот откуда? – С Саратова. – Вот что скажете, не знаю, чего не хватает? Все ли хорошо? Дорога, что? Как вообще? – Здесь? – Да. – Десять километров до Углера. – Первый раз очень красиво. – Да, мы только из-за красоты сюда приезжали. – Дороги там, а региональный комитет по туризму здесь, в Саратове, на рабочий. Бессменный лидер ведомства Виктория Бородянская не первый раз подвергается критике за отсутствие инфраструктуры на объектах внутреннего туризма Саратовской области. – В чем, допустим, там проблема? И там же село, хоть и небольшое, Белогорское, но есть люди, есть торговля. В чем там проблема? – Я думаю, совершенно справедливо отметили сами, уже задавая вопрос, что основной вопрос развития инфраструктуры – это финансирование. Естественно, никакого злого умысла в том, что там нет дороги, ни у кого нет. – Естественно, если вы обратили внимание, в то же село Золотое, у нас совершенно замечательный объект есть, туристический, дорога делается. Поэтому будем ждать, когда дойдет очередь у нас до того отрезка дороги, о котором мы постоянно говорим, на утесе Степана Разина. Но в конце концов этот вопрос тоже решится. – Хотя помимо дороги здесь нет элементарных санитарных условий. На подходе к креслу Атамана повсюду разбросаны бумажные салфетки. С появлением этого кресла утес Степана Разина стал еще больше культовым местом, известным за пределами Саратовской области. Сюда многие приезжают сделать селфи. Но если осмотреться по сторонам, то в голову приходит мысль. А если захотелось по нужде, то присесть-то здесь особо некуда, кроме кресла Степана Разина. Туалет здесь просто так не найдете. Он обозначен на одной из карт в интернете. Там же стоит знак о наличии мусорного бака. Деревянный клозет, он как раэль в кустах, стоит ниже печи для обжига извести. Рядом же свалка. Мусор явно не вывозился очень давно. Если в этот клозет очередь, то можно вернуться обратно в Белогорское. Там, рядом с музеем, установлен двойной санузел. По средним подсчетам, за сезон сюда приезжает порядка 25 тысяч туристов. Но нет даже нормального магазина. Воду или мороженое можно приобрести среди домашних кур. Народу много приезжает? Очень. В субботу, в воскресенье, в пятницу вообще улица. Туристы? На трассе. Туристы у суббота? Да. Ну, то есть поток в село. С пятницы, с обеда начинают, и до воскресенья вечера. Были тут один, и все, больше ничего не видать. Дорогу не обещали вам делать? Ну все, приехали в Моховое болото. Новая туристическая Мекка в Новобурасском районе. Эти кадры в сети интернет разместили любители экстремального отдыха и управления брутальными внедорожниками. На легковом автомобиле в Моховом болоте можно остаться навсегда. А ведь рядом еще село Лох с его знаменитой мельницей. Тем не менее, этому месту повезло больше, чем утесу. Опять, очень часто, очень много мы говорили про село Лох, про мельницу. И тут мне хочется поделиться, в общем-то, да, информацией о том, что сейчас там, на стадии завершения строительства, гостевой дом в небольшом отдалении от мельницы. И гостевой дом, в принципе, с очень хорошей инфраструктурой. Дом с хорошим туалетом, как мы об этом любим говорить. И, в общем-то, этот гостевой дом решит проблему пребывания в этом конкретном месте. Потому что, даже если вы поедете дальше в Моховое болото или куда-то еще там в Новобурасах, вы в любом случае можете остановиться, ночевать в гостевом доме. Хотя каждый для себя выбирает место по вкусу. Некоторые едут на тот же утес отдыхать из-за плохой дороги. Она отсеивает лишних. Чтобы тихо было, чтобы это объединение какое-то. Выбрали именно специальные дни. Но когда речь идет о массовом туризме, без инфраструктуры его развитие невозможно. И если на болото спешат в основном экстремалы, то в Белогорском проходят ежегодные мероприятия. Здесь весной отмечается День призывника. А из инфраструктуры появилось только железное кресло на краю обрыва. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова